девочки всем привет сегодня есть буду снимать видео мастер-класс об украшении головного убора такого как шапка вы можете украсить и берет и шапку и например а пары сейчас вяжут и что нам для этого понадобится нам понадобится бисер в дальнейшем я буду называть просто бисер это рубка стеклярус вот этот у меня идет граненый очень такой деликатный этот прозрачный дает такой деликатный блик на при искусственном освещении либо же при солнечном свете также есть у меня еще вот такой вариант он белый и такой более бросающийся в глаза перламутровый поэтому я все-таки в данном случае буду использовать их просто для примера можно вообще круглый использовать но в данном случае я буду использовать вот этот это может быть вообще разнообразная форма в зависимости от того что вы хотите здесь это могут быть бусины крупные мелкие круглые бисер это может быть рубка который идет более короткий либо же такой длины но такой именно граненый идет и он с такими более явными переливами сейчас также много разнообразных форм это геометрических форм это могут быть и треугольники и квадратной формы даже не могу назвать бусины украшения но это все же бисер идет поэтому выбирайте на свой вкус что вы хотите изобразить при украшении либо же просто придать такой деликатный блик какую-то изюминку вот в данном случае я обычная нить швейная это сороковка по моему иголка важный момент иголку нужно брать с тонким ушком такой же ширины как игла если игла проходит значит и ушка пройдет у вас ножнички и какая-то поверхность например вот я в данном случае буду использовать либо же салфетку и на поверхность просто насыпаю бисер он у меня никуда не рассыпается особо мне будет удобно его набирать иголочкой если же у вас круглый либо на стол можно насыпать ну так он не прозрачный на белом столе будет плохо видно поэтому я вот таким образом буду если же вы используете круглый бисер вам желательно взять какую-то тарелочку какую-то емкость с краями чтобы он у вас не рассыпался по всей поверхности и не терялся рубку вообще можно насыпать куда куда угодно он гранен рассыпаться не будет в общем любые подручные средства чтобы вам удобно было и само изделие которые мы будем украшать у меня в данном случае это шапка вот такая вот это двойная шапка изнанка у меня идет из мериноса а сверху ждет меринос с мохером и здесь идет отдельный слой вот этот ажурный я буду расшивать именно по нему вам нужно определиться каким образом вы будете делать декор что именно вы хотите расшить вышить насколько интенсивно где это будет располагаться получается и вот эту часть переднюю я буду расшивать вот как я наметила уже один элемент сами элементы декора я буду расшивать на расстоянии друг от друга потому что я уже пробовала пришить их один за одним получается что будет слишком наляпистая хочу чтобы более деликатное такое сияние получилось и сам декор получился ненавязчивым я использую белую нить вы можете брать под цвет пряжи я использую белую нить потому что у меня изнанка голубой пряжи здесь у меня голубая замиксована с белой пряжи вот меня мохер наполеониде белом и белый мохер поэтому здесь белая ниточка она прослеживается меня прозрачный бисер и это белая нить она вообще не будет выделяться и вот например при дневном освещении это не слишком заметно вот например вообще практически не видно а при искусственном освещении или при солнечном свете это будет очень будет красиво плековать сам замысел декора у меня я например хочу сделать вот как мы видим контур этого ажурного узора здесь вот тоже я хочу по контуру у меня здесь сейчас я покажу поближе буду пришивать не на саму косичку а как бы мне вот идет косичка крайне я буду пришивать с краю этой косички с внутренней стороны во первых так лучше бисер ляжет во вторых будет проще крепить так прятать саму ниточку ну и скажем так направить бисер так будет проще потому что эта косичка ему будет задавать направление куда ему ложится а пока давайте наверное приступим к работе определяем где зад и перед в данном случае я буду расшивать переднюю часть еще так и такой важный момент что я беру обычную швейную нить для такого изделия как шапка она выдержит тем более я буду расшивать на верхнем слое шапок если изделие не будет находиться у вас в сумках в карманах ну то есть не аккуратно обращаться с ним с такой вещью то таким декором то лучше его не делать а если аккуратно то все у вас будет носиться хорошо и стираться аккуратно тоже уже такое изделие она сама по себе довольно деликатно его тереть руками при стирке как хлопковая например вещи не обязательно что хочу сказать узлы нужно делать довольно крупная вот как мы видим и крепить довольно хорошо в самом начале это раз во вторых я советую делать сами элементы которые мы решили довольно короткими из одной нити довольно небольшие расстояния прошивать одной нитью если она у вас порвется каким-то образом то у вас посыпется только вот например одна часть здесь я довольно длинную сделала вы можете разделить ее на 2 я не советую шить одной нитью весь декор потому что если оторвется посыпется все закрепить найти эту нить будет сложно в принципе возможно но так надежнее поэтому давайте приступим я прошила один элемент перем буду начинать с верхнего края идти точно также вдоль этой косички очень также до низу значит что мы делаем я определилась с центром вот у меня центр я буду делать центральную часть расшивать и когда мне центральный элемент значит я беру снизу ниточку чтобы этот узелок который у нас довольно крупный был внизу вот видите сейчас не закрепилась и у меня нить надо несколько раз вот сейчас вроде бы зацепилась но мы другое место когда ниточку протягиваете делайте это между волокон пряжи чтобы она вас закреплялась лучше потому что здесь ажурная вязка например вот я сейчас буду надевать бисер я вам покажу что я имею ввиду первое у нас место нужно начало очень хорошо закрепить вот можно прям узелок сделать такой теперь я беру саму бусинку просто надеваю ее на иголку с ниткой и вот придерживая протягиваю дониза протягиваю до упора видите до упора где у нас начинается ниточка прикладываю то есть задаю и направление как она будет у меня ложится тем самым я вижу где мне нужно делать продевать иголку чтобы закрепить ее нам нужно продеть иголку вместе где кончается бусинка чтобы она легла ровно и закрепить ее я продеваю снизу между волокон пряжи сейчас вам попытаюсь это показать видите у меня вот нить я между волокон сейчас пытаюсь продеть вот получилось потому что если я продену просто например вот под нить вот под петлю она у меня будет ездить это не туда-сюда я не задам ей как бы не зафиксирую не задам ей направление мы продели теперь нам нужно немножко отступить место и вывести ниточку еще будем крепить бисер на расстоянии приблизительно равном длине одной такой же одному такому же элементу декора это я так решила делать вы делаете как хотите решаете для себя смотрите как красиво то же самое делаем сейчас родили бусинку натянули ее до упора протянули ее до упора слишком ниточку не натягивайте но когда вот делаете данную манипуляцию подтяните ниточку когда прошьете уже несколько вы ниточку еще не обрезали но вы вот так немножко подрасти нити чтобы не слишком но чтобы у вас нить была не натянута потому что если у вас будет натянута нить вы наденете этот головной убор если он потянется если он у вас например маленькая свобода облегания если он у вас потянется то будет довольно неудобно возможно исказиться узор поэтому немножко потягивайте но чтобы нить было при этом не натянута сильно вот тоже самое я задаю направление подтягиваю вот она у меня уперлась ниточку я вижу где у меня заканчивается это бусинка сюда я продеваю и немножко дальше уже я видите вывожу так надо попасть вот между волокон пряжи вот вот у меня уже две бусинки вот они не совсем ровно лежат можно подправить пальчиком довольно симпатично получается берем следующую я придерживаю вот так вот отпускаю дониза делаем это скажем так впритык к этой косички так где-то у нас ближе будут они ложится где-то дальше подтягивая если вы сделали ошибку либо же вам не нравится как лежит ваша бусинка неровно например пожалуйста можно это все легко исправить снимаем иглу вот так поддеваем нить бусинку не снимая выняли вот эту нить достали родили нить в углу и заново продели туда куда хотите вот так назад возвращаться не советую потому что мы делаем это между волокон ниточка скорее всего пройдет между других волокон и на вас не получится достать так просто нить потому что волокна спутаются еще раз показываю вот мы натянули до упора видим что бусинка заканчивается здесь поэтому мы здесь продеваем волокно иглу вот так мы закрепили смотрите дальше интересный момент здесь мы крепили на полотно вдоль косички здесь у нас не будет полотна здесь у нас пусто поэтому мы будем продевать иглу к этой косички крепить будем бусинки вот как мы здесь сделали видите вдоль но иголочку с ниточка будем продевать вдоль за краешек брать этих косичек продеваем ниточку в край этих косичек все точно также по старой схеме здесь главное вот теперь не натягивать ведь я немножко подрастягиваю и при этом еще немножко подтяну чтобы контролировать натяжение вот мы видим где нас краешек одеваю в край этой косички делать это лучше и вовнутрь ниточку выводить вовнутрь вот как то так приблизительно смотрите чтобы у вас это все нормально ложилось так как вам хотелось бы вот видите как у нас ложится рядышком сейчас еще раз зачем рассыпать бусинки высыпать например на блюдце или на какую-то поверхность да просто чтобы вы видели что у вас идет качественный материал одинаково красивые желательно выбирать приблизительно одного размера чтобы у вас это все красиво ложилась в вышитое над в полотне потом смотрелось это все так я надеюсь вам видно вот вот так вот мы продели видите по краешку если потяну вот она потянется немножко растягиваем у нас красиво ложится снова делаем то же самое продели на ниточку натянули до упора вывели в конце и чуть дальше продели ниточку там вот здесь очень такая щепетильная вот ручная работа видите ручная работа дешево стоить не может потому что это все время это труд старание зрение в конце концов вот продели дальше здесь у нас идет ровный участок как раз вот видите красиво у нас две вместе легли и вот теперь у нас начинается опять участок вдоль мы будем на полотно вышивать так хорошо пробуйте у вас обязательно все получится я раньше вышивала и на футболках и не только бисером но и пайетками с бисером это очень красиво смотрится очень необычно индивидуально можете фантазировать на моем канале есть уже видео как расшивать горловину например на свитере такие простые способы как украсить изделия если вам интересно такого рода видео я могу о декоре снять еще другие видео ну вот я люблю бисером украшать не всегда конечно когда это уместно вот в данном случае мне захотелось добавить таких бликов шапка называется морозные узоры поэтому я захотела бы добавить такого штриха такой вот последний штрих и украсить ее таким вот бисером как бы кристаллы льда такие и последнюю как это у нас последняя будет бусинка элемент последний вот видите что у нас получается я наверное прошью либо этот этот либо 5 сделаю то есть еще по два помимо этого я посмотрю вернусь к вам уже с готовым изделием может быть еще где-то в середине вот здесь добавлю если посчитаю нужным как мы закрепляем теперь показываю вот когда мы закончили нам немножко нужно растянуть чтобы мы видели что у нас пряжа не натянуты но при этом чтобы каждая бусинка была в своем положении которое вы и задали чтобы она не болталась вот сейчас они у нас хорошо натянуты нам нужно закрепить ниточку мы несколько раз протягиваем ее можем завязать узелок в разные места волокна то есть путаем волокна ниточку среди волокон обязательно в конце на узелок можно даже на 2 вообще если никто дергать эту шапку не будет то все у вас будет хорошо носиться вот так вот я прячу и обрезаю ниточку а кончик когда сейчас растянул он заправится сам спрячется сейчас покажу вот видите сейчас его видно но если я потяну например чуток у меня вот записался там среди волокон ангоры и его не видно вот таким образом продолжаем украшать шапочку старайтесь проявляйте фантазию все у вас обязательно получится вот такой вот декор шапочки получается я расшила по контуру эти ажурные узоры и добавила вот внизу серединке как лепесточки вечером это все деликатно смотрится очень вечером это все при искусственном освещении красиво смотрится очень без следующих видео всем удачи всем пока а и Субтитры создавал DimaTorzok